Привет! Кирилл Масленников, плуковский астроном, ведущий научного канала QWERTY. Я сегодня выступаю в немножко непривычной для себя роли, как будто я рекламирую что-то. На самом деле не совсем так. Дело в том, что я для издательства EXMO перевел замечательную книгу, которая вот сейчас только что вышла. Это книга Тайсона, не того, который ухо откусил, это был Майк Тайсон, а это Нил Деграсс Тайсон, известный американский популяризатор астрономии, директор планетария, астрофизик. Он известен многими своими популярными книгами, которые выходили и у нас в России в переводах. Вот он написал книгу на очень неожиданную для меня, любопытную, по-моему, тему. Она называется в оригинале Accessory of War. Это можно примерно перевести как «на службе у войны», пособники войны. Речь идет о том, что мы, астрономы, на самом деле служим делу войны. Вот такое резкое заявление он делает. На первый взгляд такое ошеломляющее, неоднозначное. Но Тайсон как раз в течение, на протяжении всей своей довольно толстой книги, приводит множество аргументов в пользу того, что действительно оказывается, что деятельность астрономов, которые, казалось бы, всегда декларируют свою приверженность фундаментальной науке, чисто мирной науке и не собираются участвовать ни в каких убийствах. Тем не менее, неизменно оказывается, что достижение астрономической техники и астрономической науки, если это оказывается полезно для военного дела, они очень быстро оказываются на службе у военных. И наоборот, какие-то изобретения в области военной техники, если они перестают быть секретными, перестают быть так уж очень важными для военных, они имеют шанс перейти на мирную службу и заслужить службу астрономам. Такое тоже бывает. Оказывается, что эти две области такие вот взаимопроникающие, что они регулярно работают вместе, идут рука об руку. Тут Тайсон приводит массу интересных примеров на это дело. Начиная от истории, у него половина книги посвящена тому, как развивалась астрономия. И тоже оказывается, например, что Галилей, когда изобрел свой первый телескоп, а, кстати, не он, оказывается, изобрел, он эту идею слезал у другого оптика, который просто не имел таких связей, как Галилей. Так вот, когда Галилей рекламировал свой первый телескоп при дворе венецианского ДОЖа, то будьте уверены, он, конечно, в первую очередь не хвастался тем, что ДОЖ может разглядывать в него спутники Юпитера. ДОЖ, может, и не понимал, что это такое. А может с помощью этого телескопа увидеть вражеский флот на гораздо большем расстоянии, чем это можно сделать простыми глазами. Для этого не надо лезть под пули, а можно в подзорную трубу из укрытия спокойно рассмотреть позиции противника. То есть это изобретение в первую очередь имело не столько научное, сколько военное значение. И не зря в это время, в 17 веке, столько полотен, изображающих полководцев, государственных деятелей, обязательно у них где-нибудь торчит подзорная труба. В общем, это был такой важнейший элемент власти, важнейший атрибут полководца, прежде всего, а совсем не астронома. А ведь подзорная труба и телескоп — это практически одно и то же. В наше время такие замечательные изобретения, как радиоастрономия, рентгеновские, гамма-астрономические приборы — все они, оказывается, либо пришли к нам из военной техники, либо одновременно начинали использоваться и там, и здесь. Даже такая, в общем, полу-скандальная вещь, как астрология, даже она, оказывается, имела определенное такое военно-политическое значение. Например, известно, что в штабе Гитлера были астрологи, которые давали свои советы насчет того, когда начинается определенное сражение. Тайсон приводит совсем смешную историю о том, как молодой Гитлер, еще никому не известный, пришел в редакцию астрологического журнальчика и попросил продать ему прошлые выпуски. Свидетель этого события пишет, он настолько бедно выглядел, был настолько жалок, что издатель решил подарить ему эти выпуски, потому что он производил такое, в общем, несчастное впечатление. Можно возмущаться по этому поводу, можно считать, что это бездравственно ученым участвовать в этих делах. Но, с другой стороны, мы ведь тоже получаем какие-то результаты от того, как развивается военная техника. Мне хочется привести, по-моему, яркий очень пример. Я вот еще помню, поскольку я, видите, я же астродет, значит, я довольно все-таки старенький, Я помню, как в 70-е годы мир был охвачен такой, отчасти, паникой, по той причине, что американское правительство, американский президент, выдвинули так называемую идею звездных войн с Советским Союзом. И по-другому это называлось стратегическая оборонная инициатива. Идея была такая. Президент Рейган решил, что полезно будет окружить Землю сетью американских спутников разведывательных, оснащенных инфракрасными приемниками, цель которых была фиксировать пуски советских ракет в момент, когда они запускаются. То есть, по идее, если Советский Союз вдруг захочет накрыть Вашингтон ядерным ударом, то с помощью этих спутников американцы заметят этот момент в самом начале, как только ракета и вылетела из пусковой шахты. В это время, поскольку спутник несет еще и лазерное оружие, этим лазером эту ракету можно сбить. И она взорвется не над Америкой, а там же, где и вылетела, над Советским Союзом. Вот такая была богатая идея. И, конечно, Советский Союз не стал сидеть сложа руки. Мы решили, что мы будем действовать в противовес. Началось строительство ряда обсерваторий. Я думаю, что сейчас я уже не открываю никакой военной тайны. Дело было достаточно давно. Началось строительство ряда обсерваторий, которые, на самом деле, были никакими не обсерваториями. Это были телескопы, астрономические телескопы. Но эти телескопы должны были очень быстро наводиться. И конструкция у них была такая, что видно было, что это такой боевой прибор. Он должен быстро-быстро перемещаться. Обычно телескопы медленно-медленно ползут. А тут просто в течение нескольких секунд он должен был устанавливаться в определенную точку неба. Идея была такая. Мы фиксируем этот вражеский спутник. Если нам не нравится, как он себя ведет, то мы сами его собьем своим собственным лазером, который установлен на нашем боевом телескопе. Вот представляете себе, я в молодости не просто знал об этом. Я, поскольку в это время работал в Ленинградском оптическом объединении, где строили как раз телескопы, в том числе и для военных, я отправился в такую боевую обсерваторию и участвовал там в установке этих боевых телескопов, как такой вот молодой инженер астрономического КБ Ламо. Но оказалось, что лазерный луч, для того, чтобы обладать достаточно убойной силой, чтобы сжечь вражеский спутник, или наоборот, чтобы его выпустили со спутника, и он сжег бы нашу ракету, он должен сохранять высокую концентрацию пучка. А атмосфера наша, как вам известно, она турбулентная, она пучок размывает. Значит, надо как-то позаботиться о том, чтобы пучок остался концентрированным, чтобы турбулентное движение в атмосфере не размыли лазерный пучок. Для этого надо как-то зафиксировать искажение волнового фронта в атмосфере, и, если можно, в оптический элемент внести противоположные искажения, чтобы этот пучок оставался концентрированным. Как вы понимаете, наверное, из моих предыдущих роликов, это в чистом виде идея адаптивной оптики. Родилась она именно в процессе решения этой задачи, чтобы можно было успешно сбивать вражеские объекты. У нас эти работы остановились в начале 90-х, по понятным причинам. Это очень дорогостоящая, конечно, техника. А на Западе она продолжала разрабатываться. И была разработана. Эта задача была решена. Но сейчас она уже военным не нужна. Для них это уже сейчас неинтересно. Может, потому что нечего сбивать. Зато в астрономии она была подхвачена с большим энтузиазмом. И как только была снята секретность этих разработок, тут же астрономы взяли эту идею себе. Любая крупная обсерватория, они все работают с помощью лазеров. Лазеры делают именно то, что они должны были делать в военных задачах. Они анализируют волновой фронт, позволяют создать яркий искусственный источник рядом с тем местом, где мы должны наблюдать. И по свету этого источника анализируют структуру турбулентности в атмосфере. А чувствительные оптические элементы, быстропеременные, они позволяют компенсировать эти искажения и тем самым создать почти идеальное изображение того объекта, который мы наблюдаем. Так что вот, уже теперь вполне мирные цели достигаются с помощью той же военной техники. Мне кажется, этот вопрос вообще очень интересный. Интересный с разных точек зрения. И с точки зрения морали, и с точки зрения, что еще, мне кажется, более интересны техники. Можно подумать о том, какие еще изобретения будут одновременно интересны и военным, и нам, астрономам. Вот, мне кажется, что можно пригласить и слушателей подумать над этим вопросом. Конкурс, в котором премией будет новая книга Тайсона с моим автографом и дарственной надписью. В чем суть конкурса? Мы просим вас прислать ваши идеи, желательно изобретательные, интересные, нетривиальные, идеи изобретений, которые могли бы быть одинаково полезны и военным, и астрофизикам. Не будем пока говорить о том, насколько, как говорится, насколько хорошо дарить хорошие научные идеи военным. Все равно они каким-то образом узнают об этих идеях и оставят их на службу своему делу. Ну, не будем понапрасну тогда возмущаться этим. Такова жизнь. Будем надеяться, что постепенно человеческая история, человечество сумеет сделать так, что все-таки военные отойдут на второй план. Но пока этого не произошло, мы должны мириться с тем, что военное дело существует и совершенствуется. Пишите, присылайте ваши идеи. Привет, до следующих встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...